Товарищ милый полиционер, я вам официально заявляю место этого бесчестного человека в тюрьме, я вам мамой клянусь! Что ты говоришь такое? Я вообще твои претензии вертел на шампуры! Так, оба помолчите, переходите к делу. Так, значит по делу. Я проснулся утром, никого не трогаю, пошел в душ, муж причесался, волосы причесал, усы причесал, одел пиджак такой красивый, туфли у меня с отливами, пошел как орел, ну если... Ближе к сути, пожалуйста. Все, по делу, я прихожу на рынок и вижу вот этого сына гор, как потом оказалось, не гор, а раунин, даже я бы сказал сына низин. Я тебя сейчас этим дыроколом зарежу! А, успокойтесь, успокойтесь, горячие парни, давайте, рассказывайте, что произошло. Что произошло? Вот ее ты, 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 это, 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 это кого это он? Это он со мной так с честным грузином, сущий! А я что, не честный грузин? Какие вообще могут быть претензии? Ты хотел бе-бе-бе? Барана он хотел купить, я ему продал барана, а он говорит, что я ему продал хрю-хрю, понимаешь? Слушайте, нет, я сейчас вообще ничего не понимаю. Я не хочу, конечно, никого обидеть, но по-моему вы тупой. Что? Я хотел купить бе-бе, а вот этот мне продал хрю-хрю, понимаешь? Так, да Каан, по виду это вообще му-му? Ты слышишь вообще себя со стороны? Что ты говоришь такое, начальник? Какое му-му? Если видно, что это бе-бе! Так какое бе-бе, вы чего? Я что, в мясе не разбираюсь? Так это му-му, это точно! Кого вы слушаете? Какое бе-бе? Это хрю-хрю-стопрадачье! Это му-му-му-му! Тихо! 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 Знаете что, давайте сделаем так. Сейчас мы возьмем это мяско, приготовим и сразу поймем, кто это бе-бе, му-му или хрю-хрю. Только шашлык буду готовить я Слушай, делай что хочешь Это явно я хрю-хрю Я тебе сейчас это вот хрю-хрю Приготовлю так, что ты Пальчики оближешь ему Себе, мне И по всему коридору всем пальчики оближешь Давайте Готов Вах, Слушай, вкусно Спасибо, дорогой Слушай Мне что-то кажется, что это никакая Не бе-бе Это ко-ко-ко-ко Слушай, что значит может? Ты где это мясо взял? Слушай, ехал через лес Что-то сбил Сам не знаю что, темно было Слушай, уважаемый А это твое бе-бе перед смертью Сейчас он мне делал, а гау-гау Какая разница Гау-гау, мяу-мяу Главное, как это приготовить Ай, хорошо сказал Тебе вкусно? Мне очень вкусно А тебе вкусно? Я говорю, что он вообще мясо не разбирается Не разбирается Очень вкусно Вот когда кушаешь, что чувствуешь? Чувствую, родной сейчас доем И пойду всему отделению пальчики облизывать Я говорил Очень вкусный гау-гау Борзов, вы чего вскочили? Ложитесь немедленно А мне так комфортней Борзов, вам сделали операцию У вас швы разойдутся Ложитесь Ну ладно Да нормально, ложитесь Выпрямите ноги Кто эти правила придумал, короче? Борзов, вы еще и семечки лузгаете? Да вам из-за них аппендицит удалили А вы лузгаете Прекратите немедленно Ага, легко сказать Прекратите немедленно Я с третьего класса их лузую У меня по три пачки в день уходит А вы говорите Прекратите немедленно Мне даже в камере не запрещали их лузовать Речь идет о вашем здоровье Вам нужно отдыхать Да мне скучно тут просто так лежать Док, дай мобилу позвонить Хватит Я уже раз повелся Потом лови вас по всему отделению В общем, Борзов У вас скоро уколы Лежите и отдыхайте Приду, проверю И хватит лузгать эти семечки Еще Еще Себе Очко Ну, это я не ношу Так, хорошо На мобилу теперь? Да Точно? Давайте Ну, давайте А может на наркоз? Может на спирт? Ладно Хорошо Так, что здесь происходит? Борзов, вам нужно отдыхать Я особо и не напрягаюсь А вы, Виктория Сергеевна, должны были просто сделать укол Я думала, я отыграю Вы, Борзов, вижу, не хотите по-хорошему? Будет по-плохому Виктория Сергеевна Соберите у всех больных мобильные телефоны Скажите на время тихого часа Идите, идите Так он всю одежду у меня выиграл Борзов, верните сестричке ее... Я их выиграл Ах так? Сдавайте Сдавайте Ну, давай, док Ништяк Это самый прикольный ночник, который у меня был Кажется, уснул Тогда я заберу свою мобилку Я это выиграл Виктория Сергеевна Ну, значит, постойте с ним пока тихий час А я пойду У меня обход И не надо с ними играть Конечно Я что, дурочка? Борзов Борзов У меня еще планшет есть Так Э, браток Не видел тут такого картавого А, он сегодня не работает А-а-а Вот он я Точно Ты мне замки ремонтировал на машине, да? Вроде я Короче, заклинило у меня на багажнике замок Второй день открыть не могу А, сейчас исправлю Давай побыстрее Потому что там в багажнике один лошара Второй день без еды и воды Лошара? Да Да, денежку одолжил А отдавать не хотел А, сейчас, сейчас Сейчас Думал, его маленько, знаешь, припугнуть Получилось Не маленько А-а-а Кондратик Кондратич Это что ли вы лошара? Я О, да Стоять Стоять Вон это Денежку он не хотел отдавать Да Скажите А сколько будет стоить у вас, чтобы вы у него забрали три тысячи? Три штуки баксов, ну Да нет, гривен А, гривен Ну, за штуку могу А давайте я вам масло поменяю, а вы пока из него мою зарплату Ты, Рома, обалдел? Ничего личного, Кондратик Кондратич, просто бизнес Давай меняем масло Значит так, Рома, этому уважаемому человеку меняем масло, все фильтра, тормозную жидкость Там все, что надо, в общем, полное ТО за наш счет, а теперь у нас ВИП-клиент, уважаемый дорогой Молодец, лошара А как же я? А тебе повышаем зарплату О, круто, удачно я с замками напорол Чего? Уже заливаем масло Отпустите меня, пожалуйста Отпустите Иди Отсюда Лошара Вы говорите, что везете с собой только личные вещи А вот это что такое? Осторожно, осторожно, не оброните Это что, запчасть от ракеты? Вы ракету распилили из страны и вывозите, да? Нет, на первый взгляд это обычная вспышка Но на самом деле это уникальный прибор, который я везу в Киотский университет Мои японские коллеги обещали мне его доработать Да? И что это за чудо техники? Это уникальный портативный стиратель памяти Чего? Если быть точнее Уникальный световой портативный стиратель памяти, понимаете? Похож на вспышку обычную Да, он закамуфлирован под обычную вспышку Но это уникальный световой стиратель памяти Я работал над этим прибором всю жизнь Чего? Он что, реально память стирает? Ну, если честно... Это ладно А вы кто? Я профессор, который разработал уникальный прибор Стиратель памяти Это гениально И надолго он память стирает? Пока только на одну минуту назад Но... Слушай, это же какая штука сильная Это ж... Мы подходим к водителю фуры Он нам деньги дал, мы ему клац И он еще раз нам деньги дал Клац! Еще раз Клац! И так до тех пор, пока у него деньги не закончатся Это гениально Спасибо А давай на тебе проверим Давай! Давай Только подожди Скажи мне что-нибудь такое Что я реально хотел бы забыть А, помнишь, мы фуру тогда с икрой накрыли? Конечно, помню Вот И я тебе 50 тысяч дал всего Ну да Себе-то я 100 взял Что? Я не понял Ты себе 100 штук взял, а мне полтос всего лишь? А что на ней работает? Она не сработает Дело в том, что батарея очень слабая Ее хватает на один раз в 10 дней Чего? Я же говорю, да работать надо Ты оборзел что ли? Ты мне дал всего лишь 50 Да мы с тобой с одной миски ели Да я пошутил Ну хорошо, хочешь в следующий раз больше себе возьмешь? Да я по-любому себе больше возьму, потому что я тебя завалю, понял? Нет, ты что делаешь? Как он сейчас носил от бомбинь мне, а сотку себе? Я тебе этого не прощу, никогда, ты понял? Я там сотрите, что я сказал Удар! Ай, мяч ушел на головой Опа! Это что такое, а? С-с-с-с, я тебе все объясню Чего мне объяснять? Я и так все вижу Моя жена в постели С футболистом Кармоленко? Здрасте Ё-моё, это же Кармола! Ой, прости, я же забыл у тебя мениск Ну вообще супер, а? Саша, прости Ты за что прости? Ё-моё, это же Кармоленко! Я же все матчи его смотрел Блин, а что же я стою-то, а? С-с-с, Саша, не бей его Ты что, с ума сошла? Как его бить? Он же весь поломанный Это ж... Это ж Кармоленко! Ё-моё! Сейчас, сейчас, секунду Алло! Серёнь, привет! Ты даже не поверишь, что у меня сейчас в постели? Нет, да нет, не секретарша Мирка! А какая сиська стая с пивной? Ты чего? У меня в постели сейчас Сам Кармоленко, прикинь! Ха! А ты говорил, у меня жена стрёмная Да на неё Кармоленко даже повёлся! Да, да! Ну там, давай, всем мужикам расскажи Да, я обязательно приду, выставлюсь Ага, всё, давай! Ха-ха-ха! Смотрите, я, пожалуй, пойду Как-то неудобно Куда пойду? Стоять! Я тебя так просто не отпущу Понял? А-а-а-а-а Без фотошки Давай, улыбаки, улыбаки, ну! А-а-а! Отлично! Сейчас всё сети клацну С подписью Угадайте, кто спит с моей женой! Ой, Кармола, как ты оказался здесь, красавчик! Саша, ты что, меня вообще не ревнуешь? Ты что? Как можно? Это ж Кармола! Я все его матчи видел Он же с двух метров в ворота не попадает Я думаю, в постели та же самая ситуация будет Ну давайте, оттягивайтесь, как говорится, там А-а-а-а-а! И мимо! Ай, я пошёл к мужикам! Кармола, капец, у меня в хате! Ну это ужас! Ну что, продолжим? Штанга-штанга угловой Иди, тренируйся! Кто пришёл? Носков? Пропустите его Он пока у нас ещё учится Да, да Константиновна, можно? Заходи Что вызывали? Саня, у меня для тебя плохая новость Ты опять остаёшься на второй год Ядрит, мадрит! Да что за фигня вообще происходит? Слушай, ты в кабинете директора Выбирай, пожалуйста, выражение Короче, Константиновна, вы меня уже десятый раз на второй год оставляете Мне 28 лет, у меня семья есть Вот семья у тебя есть А аттестата у тебя нету Да нафиг мне надо ваш аттестат Я вон диплом о высшем образовании в переходе купил и нормально Да? Диплом-то ты купил А аттестат в переходе ты не купишь Да блин, задолбали вы с вашим аттестатом У меня из-за него повышения мне не дают на заводе, блин Я тебе аттестат дам, но если ты исправишь двойку по биологии На тройку Как по химии Ну так по химии, ё-моё Химию я знаю от зубов вообще Я же главный технолог на химическом заводе Саша, делай что хочешь Можешь биологу денег дать Можешь ему огород скопать, цветок подарить Но двойку ты обязан пересдать Ты меня понял? Ладно, ладно, короче Дам я штуку баксов этому вашему биологу Пускай ставит тройку Что хочешь, то и делай Да сделаю, сделаю я Я же до Константиновна вызывали Да, присаживайтесь Малая, ты что здесь делаешь? Константиновна, вы что мою жену вызвали? Увидеть ей волноваться нельзя Ой, извините, пожалуйста Я и не знала, что вы беременны Что? Он уже натворил опять Да не волнуйтесь, не переживайте Мы с ним уже обо всём, обо всём договорились Всё, всё, всё будет хорошо Он пересдаст и всё Спасибо вам большое Я вижу, вы беременны Дай вам Бог Жальчик Мы тебя ждём в коридоре Хорошо Ладно, Носков За биологию я тебе договорюсь Ну вот по половому воспитанию тебе два Ишь ты, какой умный Школу он ещё не закончил, а детей уже надумал заводить Так по какому половому воспитанию, что вы рассказываете? Нет у нас такого урока А вот и есть С этого года И я веду этот урок Головое воспитание? Да О, так это прикольный предмет Пожалуй, ещё на годик у вас останусь Только, Константиновна, а можно, короче, этот урок не вы будете вести? А это наша новая биологичка Ну, которая на два года младше меня Чего? Чего не я? Так с ней хоть практически занятия устраивать можно Стыдно, Носков У вас жена беременна Вам два По половому воспитанию Эй, это ладно, я пересдам, ну ты ли, ну чё там Ну давайте вам сдам уже, ладно Здравствуйте Добрый день Шо вам надо? Скажите, пожалуйста, а есть у вас вот такое вот успокоительное? Вы знаете, такого нет, но есть очень хороший заграничный аналог Вот, посмотрите Аналог? Да Тысяча за одну упаковку? Всего лишь Почему же так дорого? Мне нужно пять упаковок в день Почему у вас такие цены? Почему они постоянно поднимаются? Что это происходит? А, ту секундочку Есть вот, подешевле, держите Ммм, поздно! Все! Я должен был их принять пять минут назад, когда у тебя был переучет Ммм, поздно! Ты дура! Что мне теперь делать? А-а-а! Евгений Миранович, помогите! Молодой человек, успокойтесь, пожалуйста, и примите таблетки Они мне помогают, а в жизни я очень буйный Ты почему такой спокойный? Это меня еще больше раздражает! А-а-а! Спокойся, животное! Я тебе сказал! Лапы прибрал, слюни закатал! Подожди секундочку! Я сейчас найду! Найду какое-нибудь средство! Вот! Прекрасное бесплатное средство! Шум моря успокаивает! Моря чайки! Евгений провизор! Петя, водитель маршрутки! Вы простите меня, работа у меня просто нервная То, почему опять подняли цены на проезд То не дрова везешь, то почему сдачу не передаете А-а-а! Тут мне нервничать! Как я вас понимаю! О-о-о! Простите, но мне так не слышно! Ой, вы знаете, а так мне не слышно! Ну, какая разница слышно вам или нет? Ведь я же клинер! Ну, мне так не слышно! А вот так слышно! Это вообще-то моя раковина! Нет, это раковина-то общая, но мне так не слышно. Мне не слышно. Это моя раковина, почему она твоя? Это моя раковина! Почему она твоя? Тань, почему она твоя? Если ее дело нам вдвоем, Тань, твой! Тань, твой! А-а-а! На троих! Виктория Сергеевна! Максим, положи ножницы на место! Ну и что, что тебе не нравится, как Машенька подстрижена? Она на тихом часу тебе может отомстить. Здрасте. Доброго дня. Я так понимаю, вы папа Миша Петренко. Так, так, шо цей сорванец уже срубил? Нет, он ничего не сделал. Ему поломали машинку. А-а-а, ему? Да. И шо цей вы, из-за чего вы меня с работы дернули? Ну, она все-таки не копейки стоит. Пока я тут с вами калякаю, я уже на четыре таких мог заработать. Так что, зря я вас вызывала? Да, конечно, зря. Ё-моё. Зря я, наверное, вызвала отца Сережи, который поломал вашу машинку. Ну да, у людей тоже, может быть, работа. Да побачить. А вот как раз и папа Сереженьки. Здравствуйте, я думаю. Вызывали? Да, но мы с Егором Григорьевичем все порешали. Ничего мы не порешали. Давайте разберем. Подождите, а вы же сказали, что это мелочь. То при першем осмотре, а при детальном рассмотрении, тут сразу видно, что тут серьезные ушкоджения. Да, между прочим, это любимая машина моего сына. Вот так вот. Чи может быть машиной у вас в крови у полицейских? А может быть, это и не мой Сереженька сделал? Может и не ваш. Давайте все зараз замеряемо, запомнимо протокол и потом разберемось. Где произошло ДТП? Да вот в этой комнате. Вот тут, прямо тут, да? Да. Все? Понятно. Давайте, поднимайте, поднимайте. Что вы здесь цирк устроили? 140. Ничего особи. Что значит цирк? Работаем исключительно по протоколу. Сейчас еще заставим вашего Сереженьку в трубочку дунуть. Пристаньте, пояснитесь. Давайте я вам оплачу эту машинку и все. Это что, спроба дать взятку при исполнении служебных обязанностей? Вы видели? Это же коррупционная полиция. Что вы несете? Что, что, я сейчас, может, оборотня в погонях зловым. А, оборотня в погонах? Да. Хорошо. Откуда у вас деньги на такую дорогую машинку? Откуда? Да, у вас, небось, зарплата тысячи две гривен всего-то. А то не я ему купил, то ему бабушка подарувала. Бабушка. Бабушка. В прокуратуре и разберутся, бабушка или дедушка. А что ты меня прокуратурой пугаешь? А почему еще пугаешь? Да мы пуганы, между прочим. Пуганы вы. А что ты на меня напираешь? Что вы? Вы что? Ты шухой? Что вы делаете? Перестаньте. Из-за какой там машинки устроили черт знает что. Я детей сейчас ваших позову. Вы же коллеги. Вы должны следить за порядком. А вы... Ай-яй-яй. Выбачьте. Пошусь... Зервался. Профессиональная деградация. Да, и вы... И вы простите меня, я это... Ну давайте. Мирись, мирись, мирись. И больше не делись. Не делись. Я то и сам дома подклеил. Ничего страшного. Всем хорошего дня. До свидания. До побачения. Правильно вы сказали, Виктория Сергеевна. Мы должны следить за порядком, а мы нарушаем его, как малые дети. Ну да. Я не понял, ты что мне выписал штраф за неправильную парковку? А где ты ее припарковал? А я горит не цедая при исполнении служебных обязанностей. На клумбы машины ставят? А что ты думаешь? Нет? А что? Нет, перестаньте. Что вы делаете? Хуже детей, честное слово. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова